Как я понял, вам понравился ролик с жуткой рекламой. Дело в том, что жуткой рекламы-то еще очень много, а существуют еще рекламы странные, пошлые, в конце концов, мобильные. Поэтому я нас поздравляю, у нас, кажется, разблокирована новая рубрика. Жесть какая. Вообще, я думал начать с чего-то лайтового, но потом решил, что вы выключите, если после первой рекламы будет какая-то стерильная страшилка. А вот гипец Мурфиков то, что маркетолог прописал. Еще и с таким шакайным качеством. Выглядит так, будто это что-то из категории тех роликов, что передавались в нулевых по блютузу. Но нет, это был реально рекламный ролик, который вообще-то был за защиту детей. Проспонсирована реклама организации Юнисеф. Я тоже впервые услышал, только когда посмотрел. Поэтому рассказываю кратко. Юнисеф — это международный фонд помощи детям, основанный сразу после Второй мировой войны в 1946 году. Но при чем тут, блядь, смурфики? Вы, наверное, хотите спросить. Директор компании объяснила это, ну, вот так. За 35 секунд мы хотели показать взрослым, насколько ужасна война, проникнув в их детские воспоминания. Звучит, если честно, как план пытки. Но ладно. На самих детей реклама не была рассчитана, поэтому пускали ее только после 9 вечера. И, как говорит представитель Юнисефа, Филипп Эннон, такой метод стал очень эффективным, так как компания получила ебутое количество откликов. Ну, я перефразировал, но вы поняли. Следующая реклама. Так уж, получилось, тоже про детей. Дальше будет про еду игровые приставки, поэтому вы не переживайте, разнообразие присутствует. Домашнее насилие. Фрубка Одесса называется рекламный ролик, и на сегодняшний день он собрал уже 8 миллионов просмотров. Реклама вроде как крутилась в Финляндии, но стала популярной после загрузки на Ютуб и в остальных странах. Тут нам показывают детей в окружении криповых взрослых, а в конце рекламного ролика появляется надпись «Как дети видят нас, когда мы выпившие». И да, это социальный ролик, который был направлен на помощь от зависимости. И пугает здесь, наверное, больше всего правдоподобность показанного. Бухой батя приходит за ребенком в детский сад, забирает его домой, где тот будет слышать крики, драки и вот все тому подобное. Конечно, становится не по себе от такого. Особенно это осознание того, что ребенок даже не может попросить нормально о помощи. Ведь есть риск того, что проблема не решится, а только будет хуже. Потому что если родитель узнает, что на него пожаловалось, его чадо дома будет еще больше пиздец. А потому у ребенка делает вывод, что... Ну да, ему некому пожаловаться. Ну да. Как бы да, лучше помолчать, лучше быть тихим дома и делать вообще все, что говорит родитель желательно. Я уверен, таких историй очень много и среди моих подписчиков, к сожалению. А вот это выливается. Дети обычно непослушные. А дети обычно патологические лугуны и манипуляторы становятся. Потому что все равно та душа лежит к тому, чтобы делать какие-то вещи, которые родители запрещают или находят раздражающими. И как бы приходится скрывать, врать, выворачиваться. Какие-то комплексы у кого-то в страхе, у кого-то еще что-то. Ну, проблемы у всех индивидуальные. Что ж, как я и обещал, еда. Вообще реклама еды это та еще тема. Потому что, ну, как бы, когда ты представляешь рекламу фастфуда, ты ожидаешь увидеть огромный смачный бургер на весь экран. Потому не всегда это хорошо, так как банально. Бургер, он, знаете ли, у Тимати был бургер. Нужно что-то броское. И, быть может, даже сюрреалистичное. Именно такое техническое задание, я уверен, давали рекламочкам Макдональдса, потому что вот что они сотворили. Такую рекламу крутили в 2008 году. И, согласитесь, первым делом ты вообще не понимаешь, при чем здесь маг. Какой-то мужик с длинным носом смеется, пока камера передвигается по его носу, на конце которого сиамский близнец мужика. Что, блин. Ну, а на самом деле реклама просто намекает вам на то, что нужно делать первым делом после пробуждения. Хлебнуть кофеечко. Тут вода, кстати. А еще хотел бы показать вам, с чего начиналась рекламная компания Макдональдса. Макдональдса. Это, кстати, Рональд Макдональд, а тут могла бы быть шутка про то, что он не вписался в деревню дураков, но я не придумал. Короче, я не знаю, то ли бюджет рекламы был тогда какой-то ебнутый, то ли просто времена были такие, когда еще не придумали нормальный клоунский нос из поролона. В любом случае это выглядит стебно и жутко. Я думаю, они хотели с оригинальной. Жутко, наверное, гоняет вот этот вот VHS-эффект. Но если бы это был только эффект, то я бы, конечно, не стал рассказывать вам об этой рекламе. Тут было кое-что еще. По сюжету Рональд катается на коньках и подъезжает к ребенку, с которым начинает разговор. А тот говорит, что мама вообще запрещает общаться с незнакомцами, на что Рональд отвечает, что он не незнакомец, он Рональд Макдональд. После он еще дарит ребенку три гамбургера, а в следующей сцене схватит пацаненка за руку, Рональд ведет его в Макдональдс. Не знаю, как именно видели эту рекламу ее создатели, но выглядит она так, будто бы просто клоун похитил только что ребенка. Наверное, одна из самых шокирующих лично меня рекламных кампаний была у PlayStation. Нет, конечно, есть намного более ебанутой рекламы, но чаще всего это только когда речь заходит о каких-нибудь японских чипсах, японском шампуне или там японских мармеладках, а тут по большей части удивление от восприятия. То есть сейчас PlayStation воспринимается как аккуратная стерильная кампания, которая максимум как может удивить, это позвать девочку, которая играет Эли в Last of Us, играть в VR и в Gran Turismo. Но тогда, когда PlayStation только зарождалась, ей приходилось выделяться на молодом, но уже устоявшемся рынке консолей. Да блин, в то время, в принципе, рекламы были как-то посмелее и пооригинальнее. Иногда, конечно, очень кринжовый, но в этом был свой сюр и смак. И девки, девки, больше девок в бикини! А чё, кому не нравится? В смысле, тебе не нравятся девки в бикини? Да, они замечательные просто. Ну и всё, видишь. Что, кстати, интересно... Просто это порой было вообще абсолютно вне контекста. Да. Рекламную кампанию Sony запустили за год до выпуска консолики, и, надо сказать, реклама была очень грамотной. В то время, как все, кто существовал на рынке, кичились своими техническими характеристиками, рассказывая о битности своих приставок и о их процессоре, что как бы нахуй никому не всралось, Sony просто скромно показывали в своей рекламе геймплей их игр. Потом в другом ролике они скинули в пыльный ящик консоли Super Nintendo и Mega Drive, и пока они летели туда, закадровый голос говорил, что пора прекращать играть в детские игрушки, и нужно уже как бы переходить на самую совершенную игровую консоль во вселенной. Да, тут... Уф-уф-уф. Такой себе ход. Сейчас такое не оценят. Ну, раньше таким часто баловались, помнишь ту мощную зарубу Бургер Кинга и Макдональдса? Да, тут уже скромность подубавилась. И вот, когда... Или Coca-Cola и Pepsi, вот еще. Сразу вспоминается. Я только обратил внимание, что у него в его комнате стоит стиралка. Угу. Рынки уже были консольны. Вокруг ее такие цветы, как будто в этой стиралке никто не стирает. Или что каждый раз убирает цветы, чтобы подобраться к стиралке? Так много вопросов. Для Atari, 3DO от Nintendo и Sega Saturn выходит первая PlayStation и оказывается впереди по всем показателям. Виной всему цена, которая была ниже конкурентов, плюс отличная стартовая линейка игр. Еще они, по-моему, первые, кто, так сказать, геймпад делали, не видя какой-то непонятного прямоугольничка. Какой-то более удобной руке. Ну да. Согласитесь, оскорбительно. Но в PlayStation почему-то подумали, что нет ничего странного в том, чтобы показать своих игроков обезьянами. Да, я сейчас ничего не напутал. То есть я вам пустил пыль в глаза, на самом деле. Это был не рекламный ролик Xbox. Xbox тогда даже не существовало. А так как видимых конкурентов и PlayStation уже не осталось, ну, приходилось воевать с самой собой. Ролик имел название «Общество против PlayStation», где рассказывалось о вреде консоли. Якобы, если включишь ее, то вообще оторвешься от реальности и со временем дегенератом станешь. Расчет был, видимо, на реверсивную психологию. То есть это когда человека подталкивают к тому, что он не желает или желает путем запрета. Сейчас, опять же, сложно представить, что вообще хоть кто-то одобрит подобный сценарий для своей рекламы. Но тогда сложно представить, что вообще хоть кто-то одобрит подобный сценарий для своей рекламы. Но тогда было совершенно другое время. Это 95-й год, группа Нирвана на пике, а в моде бунтарство и отречение от ценностей белых воротничков. Потому когда какой-то умник с экрана телевизора рассказывал о том, что что-то плохое существует в мире, это привлекало особый интерес молодежи. У нас все проще. У нас не было никаких реклам. 99-й год, в свет выходит телевизионный ролик под названием «Психическое здоровье», который вообще хуйми о чем. Посреди какого-то дерьмового офиса сидит девушка с инопланетным лицом и говорит тупо рандомные фразы. Догадаться, о чем этот ролик, вообще невозможно, пока где-то в конце, где-то внизу экрана не появляется логотип PlayStation. Да и то непонятно, что он здесь делает. Сказать, что многих шокировал этот ролик, не сказать ничего. Особенно шокировала графика, то есть на тот момент она была эталоном. Многие люди думали, что действительно девушка с такой внешностью. Журналисты даже озадачились найти эту актрису. И в итоге в газетах было выпущено интервью с девушкой. Как она сказала, ей было всего 17 на момент съемки. Она якобы очень увлекалась актерским мастерством и пришла как-то на пробы. Ей устроили слушание на роль, но не сказали о чем, куда и как пойдет этот материал. То есть то, что ее так распозрасят, она тоже не знала. Но если что, не переживайте за девочку. Она как бы не в обидах, она со смехом про всю эту историю рассказывает. Хотя еще бы, когда тебе подарили 10 тысяч фунтов стерлингов и вручили PlayStation в подарок. Я бы тоже радовался. Но это еще не конец. После ошеломительного успеха первого PlayStation, бюджет на раскрутку второй был практически, наверное, безграничным. И так как мы с вами уже проследили любовь компании к необъяснимой дичи на экране, думаю, вы не удивитесь, когда узнаете, что на роли режиссера своя реклама они выбрали Дэвида Линча. Ух ты, ебт. Да, такая вот рекламка, которая подсказывает мне, что несмотря на безграничный бюджет, которым обладала PlayStation, условия все же диктовал Линч. И главное из этих условий, никаких условий в его сторону. Либо я делаю, что хочу, либо ищите другого режиссера. Вот так он, наверное, сказал. Потому что, ну, если это было не так, я не представляю, каким образом он объяснил PlayStation, что то, что он снял, это классно. Вообще у Дэвида Линча на самом деле было несколько рекламных роликов для PlayStation. Это я вам показал просто самые сюрреалистичные, странные, страшные и так далее. Но были и вполне себе, ну, пойдет. Однако вот я могу отметить еще вот этот ролик с собакой, где собака просто на протяжении всего рекламного ролика будет лежать на полу в достаточно мрачной какой-то атмосфере. И поначалу тебе вообще кажется, что она умирает. Но потом понимаешь, что она просто, наверное, спит и дергает лапками во сне. И якобы, наверное, суть заключается в том, что вы тоже купите себе приставку и даже во сне будете продолжать в нее играть, потому что так она вам нравится. А это уже реклама PlayStation 3. Вышла она до выхода консоли в 2006 году. И то, что я показал, это все, что здесь происходит. То есть, ну, вы ничего не пропустили. И скажите мне спасибо, потому что если бы я не нашел объяснение от одного из директоров отдела маркетинга PlayStation, то мы бы с вами пошли дальше, потому что самостоятельно я не в силах рассказать вам про что это было. Но, как объяснил ролик мужчина по имени Питер Дель, основная идея реклама заключалась в передаче эмоций. То есть, кукла в ролике переходит через огромный спектр эмоций. От смеха до плача и наоборот. А я думал, это слезы как раз тех детей, которые не могут себе позволить PlayStation 3. Я таким был. И это главное. То есть, вы получите от консоли эмоции. Не знаю, стало ли от этого истолкования кому-то легче, но, по-моему, как минимум два вопроса остаются все-таки открытыми. Первое, что тут делает смех Джокера. Второе, почему кукла называет PlayStation мамой. Также было множество шокирующих всяких постеров, которые я точно не хотел бы показывать на YouTube, поэтому вы можете посмотреть на моем телеграм-канале. В моем телеграм-канале, вернее, он бесплатный. Если что, доступ просто ссылка в описании, посмотрите. Ну, а мы идем дальше. Хотя нет, стоп, куда дальше? Ролик и так уже нормально вышел, поэтому... Хорошо, ясно. Спасибо за просмотр. Увидимся. Спасибо.